здравствуйте друзья гости канала успеть задние сутки с вами снова людмила сегодня уже 4 июля 2023 года но дело не в дате 23 года а именно 4 июля я продолжаю сбор трав которые будут нужны нам для приготовления травяного чая во время прогулки слева мы набрали вот что сейчас я покажу сейчас буду разбирать и рассказывать что это за травки сейчас очень благодатное время цветут очень многие растения так что мы сейчас набрали вот это друзья такие крупные листья это листья лобазника по опыту прошлого года я выяснила что так как лобазник имеет очень резкий запах у цветов то лучше собирать листья для заваривания чая то есть запах тот же самый но когда добавляешь в общую смесь и цветы то вологи то есть там буквально совсем чуть-чуть и очень резкий запах получается и сад но поскольку добавляешь мало то и витаминов и микроэлементов попадает тоже мало а в листиках листиках этого побольше итак друзья смотрите вот так выглядит цветок таволги он пушистенький пушистенький если посмотреть поближе вот это я вам про них говорила что у них очень концентрированный запах таволги но и лобазника поэтому я в этом году он предпочитаю лево поэтому я в этом году предпочитаю собирать листики они цветы потому что листиков можно в чай заварку положить побольше соответственно и витамина микроэлементов попадет побольше а когда кладешь цветы там буквально как присаливаешь щепоточку совсем чуть-чуть но запах получается очень концентрированный и он но не скажем так несколько непривычный цветоносы высотой где-то метр шестьдесят метр шестьдесят пять то есть таволга лобазник это достаточно высокорослое растение далее это молодые веточки облепихи их как раз сейчас надо собирать я не знаю удастся нам в этом году или нет сделать живое варенье из облепихи в прошлом году у нас не получилось мы не успели вот ну листики я заготавливаю будет варенье хорошо не будет уже будут листики это друзья тысячелистник ну тысячелистник знают все это зверобой он пока мало еще цветет и сейчас на пике цветения клевер клевер розовый в прошлом году у меня с ним была проблема его нигде не могла найти но у него видно какая-то цикличность есть в годах по цветению растений на самом деле кажется ну что там я сейчас принесла да совсем чуть-чуть но комнате где происходит процесс высыхания ферментации растений очень уже много растений то есть каждый раз приносишь по вот такой небольшой кучки и в итоге набралось уже приличное количество и так друзья продолжаем сбор трав для травяного чая выглядит комнатка на втором этаже где происходит просушка всего вот этого материала но разумеется здесь не так всегда как и сейчас я открыла окно здесь светло эта комната выходит на южную сторону сюда светит солнце всегда и комната всегда очень теплая но должна сказать что здесь она проветривается сейчас я покажу да и закрывается вот такими очень плотными шторами то есть здесь нет прямых солнечных лучей поэтому здесь все просыхает поэтому здесь все сушится так как нужно как вы видите здесь уже здесь небольшое количество облепихи но это тоже не все уже что высохла в пакет уложила это календула тоже она с нашего участка это шиповник уже скоро будет готов розовый этот и щелестник это снова календула это розовый клевер это шиповник там розовый клевер это остатки жасмина теперь смотрите здесь на полочках тоже все сохнет сейчас покажу здесь это розовый шиповник здесь мята мята это листья боярышника еще молодые веточки облепихи это другой вид мяты ну ее называют кошачья кто-то говорит что это мелиса но это не мелиса у нее листики вот какие длинные запах у нее очень приятные лимонные листики такие пушистенькие а вот это страшное зрелище друзья это корни одуванчика когда мне нужна была площадь для кабачков там было очень много одуванчиков их прям с корнями выкапывала вот корни помыла теперь они уже практически сухие вот так что заготовки идут здесь вот как вы видите в мешочке это жасмин уже готов а там белый шиповник с белым шиповником у меня получился такой момент что его мало в этом году у нас белый шиповник цвел мало куст старый часть куста пропала поэтому белого шиповника мало ну вот так друзья заготовки продолжаются и все это будет потом компоноваться то есть я не смешиваю сразу все в один мешочек у меня каждый мешочек для каждого отдельного растения я раскладываю и потом составляю купаж тот самый который мне хочется